У нас множество, которое достигается воспроизведением состояния вод, которое заключает в себе тождественную форму и конечный предмет. Достигается воспроизведением этого состояния, при этом воспроизведение не осознается. В ситуации вот-вот, воспроизведение как воспроизведение не осознается. Мы имеем ситуацию, которую я в прошлый раз проглядел. Сначала форма является формой, не зная себя формой. Потом форма является действием причинения. Но как действие себя не осознается. В состоянии множества осознается форма как действие, которая не погружена в предмет. Отвлечена от предмета. Действие, отвлеченное от предмета. Вот-вот эта ситуация, эта форма воспроизводит себя как действие, как причину, которая в свой результат не погружается. А вновь и вновь воспроизводит само действие причинения. Я говорил, что при обычном причинении действие причинения не отличено от результата его. В ситуации множество указываний или вот как раз-то действие причинения Отвлечено от результата и представлено как воспроизведение действия, действие причинения как и право. Форма не осознает. Теперь форма является воспроизведением, действием воспроизведения. Не просто действием, а действием воспроизведения в этом случае она является. Но не осознает себя как токорова. И, соответственно, вот она. Соответственно, форма не осознает себя как причина предмета. Почему? Потому что форма является причиной тем способом, что воспроизводит себя как причиной. Форма является причиной предмета в данном случае тем способом, что воспроизводит себя в качестве причины предмета. Поэтому осознание воспроизводит себя. Поэтому осознание воспроизведения и осознание причинения формы предмета – это одно и то. И, соответственно, не осознание воспроизведения и не осознание причины конечного предмета – это тоже самое. В этом действительном состоянии. Вот, 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 раз, раз, раз. Еще, 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 как угодно можно называть. Это действительное состояние, которое имеет два момента, которые можно различить. В осознание воспроизведение формы предмета – две абстракции. Первую абстракцию мы определили как воспроизведение формы себя как формы. Когда форма воспроизводит вот-вот, когда формы может воспроизводить множество, то одной из сторон воспроизведения является то, что форма воспроизводит себя как форму, то есть безблизи. И здесь только одно соображение, я выскажу, что когда мы берем форму без предмета, то мышление ее, этой формы, уже есть мышление перехода в другой форме. А что с предметом становится? Ну, это же абстракция. То есть, совсем непременно. Ну, хотя абстракция в осознании, да. То есть, вот, мы дошли до момента, когда предмет, который обалдал, свойственно обалдал все-таки, да? Свойственно обалдал. Не обалдал, да. Мы много раз об этом говорили, что свойственно обалдал. Я не вижу такой никакой радуги. То есть, сравнение уже начали в этом предмете. То есть, теперь мы, значит, от предмета избавились полностью. На каждой стадии у нас есть пустая форма. Да. И вот мы сейчас и... С одной стороны, а вот таевая форма, а в другой стороны. Вами есть предмета. То есть, вот, получается, что сознание себя удерживает в некой такой... В чистоте воспроизводства вот. Удерживает или не удерживает все-таки? Ну вот, у меня, как я и сказал в прошлый раз, только одно соображение здесь. Тогда мы берем... Ведь мы имеем форму вот-вот, а не просто вот. Еще раз. Сначала я напоминаю. Вот. Когда мы в этой форме вот-вот абстралируем... Из этой формы берем абстракцию воспроизведения формы себя, и мысляем форму воспроизводящую себя. Вот-вот. И не вот-вот уже, потому что каждая вот – это форма предмета. А берем воспроизведение формы себя, то возникает ситуация. Мысля форму, мы тем самым уже мысляем переход в другую форму. Мысля которую мы тем самым уже мысляем переход еще в другую форму. Следующее слово я не употребляю. И возникает... Такая данность множества для сознания или для формы. В ответ есть или нет? Данность множества. Что она, например, привезла в вор, но одновременно понимает, что это самое вор, если имеет множество. Я перепугал меня, я прошу руку. Да. Речь идет о том, что есть ли осознание того, что со стороны сознания, что вор является элементом множества. Я говорю, у нас есть постоянный переход, и никакой множественности речи здесь не идет. Фома держит себя в качестве формы, где-то способом, что он создает новый вор. Вот так движется. Новую форму. Да, новую форму. Новую форму. Ну да, лазить будет только форму. Вот. Множественность этого процесса для самой формы не дана. То есть она, когда она имеет дело с одной из форм, да, то есть с первой, с второй, с третьей. Означает ли, понимает ли сознание таким образом, что эта форма является, скажем, элементом ряда или элементом множества? Мне кажется, множество остается, только теперь это множество форм предмета. Чистых форм, пустых форм. Формуется всегда пустой те способом, что он может переход в другой пустой форме. Ее умысят те способом, что он может переход в другую форму. Еще в одной форме. Вот так. Множество, мне кажется, остается. То есть всякая форма она сознаётся не только в качестве пустой, она ещё сознаётся в качестве пустой, но она ещё сознаётся как некий элемент множества. Да. Всякий раз. Да. А множество, здесь именно множественность, можно её удержать в отремя словно? В отремя словно, может быть, не удерживаешь. Когда мы придём к обсарственным предметам, мы уже переходим к ней и помним, наверное, в этом, там всё исчезает, там множество исчезает. Потому что безотносительные предметы не являются множеством. Они теряются за определением множества. Силу своей безотносительности. Потому что отношение, связь, она действительно форма. Это в форме не дано в ситуации вот. Потому что вообще вот произведение не дано. И то, что за воспреждение не защищает форму, тоже не дано. Вот в абстракции, которую мы строим, вышлиняем из реального множества, из действительного состояния вот-вот. Вот. Поясняется именно это. Что, оказывается, форма отвечает за переход. Потому что мышление формы таковой. Есть ещё переход по другой форме, мышление которой опять есть мышление перехода. Видим, по-моему. Видим, по-моему. Видим. Видим. Хорошего видим. Если бы переход не был виден, то и множество бы не было. То есть это как бы переход от одной пустой формы в другую пустую форму. От одной пустой, от другой пустой. Такой, да? Да. Бац, бац, бац. Это как бы тут тоже такое обличие просто пустой формы. Ещё одно обличие. А поскольку всякий раз мы по всей видимости этот переход держим на качестве генезиса, мне вот так в скобочке, так чмок, потом снова перешли, снова всё, ситуация снова чмок, в скобочке, да? Так в скобочке, скобочке, скобочке. Да, они задали, как ты хочешь, по-моему. Да. Ряд набирали числа. Да. Пробоварив. Его нет. А почему нет-то, когда есть? У вас последовательность есть? Последовательность есть? Последовательность есть. Ну. А есть у нас ещё? Ну, нет. Нет счёта. Нет понятия следующего. Нет. Последовательность нет. И только переход. А какая разница? Ну, у вас же есть понятие о последующем предыдущем? Нету. Почему? Просто нету. А почему нету? Если вы говорите, что у вас множество издана? Будет дальше и надо. Ещё одно — это ещё не следующее. Это просто ещё одно. Ну, вся прелесть. Я же когда ещё говорила, что по-настоящему здорово получится, если мы проведём более… Китайные. Так причём, попробуем, когда сострей, что если вам этот переход дан, для вас этот переход дан, да, то таким образом вам дан один и после него… Если вообще нет. А мы начинаем откуда-то на время? Времени нет. Ну, правильно. Просто если у тебя есть переход, то у тебя есть некоторая А, над которой ты передуешь, и следующая после него. Если у тебя… Не следующее, не следующее. А почему оно не срочно? А почему оно не следующее? Воспроизведение — это не следующее. Мы даже ещё не поставили вопрос, а может быть это вообще состояние на месте? Да. Потому что, в самом случае, повторение имеет две стороны. Потому что повторение — это одно и то же. А второй, повторение — это всё-таки то, чего не было прежде. Но пока мы ещё даже этого не выясним. Может быть это состояние на месте. В самом смысле повторение предвидимое. Ну, не только непоследование. Там вообще нет как бы ещё ничего. Надо ещё это выяснить. Так, а чем могут они, первое и второе состояние, ну чем отличаться? Ну, потому что одно, одно — одно, а то другое. Нет. Не то что одно, одно, а то другое. А они темно, что сказано, что второе возникает на основании первого. Другое крайне определенное сильное. Одно возникает на основании первого. Второе на основании первого. У нас же второе возникает на основании первого. Мы же удерживаем одновременно первое и второе поскольку... Как мы можем сказать, что один элемент множества вы ставите на основании другого элемента множества? Ну да. Ну по построению. По построению. Второе ставьте на основании первого. Вы хотите сказать, что у вас нет последовательств? Потому что второе вы хотите сказать, а оно такое же, что и первое? Первое строится, чтобы построить второе. Раз форма является вот-вот, то... Ну, условно первое. Одно мыслится, чтобы попросить другое. Поэтому сказать, что одно на основании... Если я что-то делаю, чтобы делать еще раз, то какой из этих разов будет основным? А вы всякий раз движитесь, вы просто идете по-по-рядам, вы просто по-нему-рядам. У вас есть некий автоматический процесс, по которому вы движетесь. И они, и ваши эти штуки, они могут быть различны. То есть, как бы с позиции внешнего наблюдателя. В этом и есть ряд натурального числа в себе. Вы же, когда вот находитесь тот ряд, который я рисовал, да, из-под так множества. Вы же, когда находитесь внутри этого ряда, вы никогда не можете сказать, сколько у вас элементов было до этого. Точно так же, да. Но вы знаете, что у вас есть некая процедура сегодня же. Когда вы одно воспроизводите на основании предыдущего. И они только этими отличаются. У них нет никаких свойств. У них нет внимания, все то, что там было. А первое и второе, они никакими свойствами между собой не отличаются. Свойств у них нет. У них только то, что одно строится на основании предыдущего. Вот. И, по-моему, вся разница между тем рядом, о котором говоришь ты, и этим моментом из построения Олега Михайловича в том, что сейчас в построении нет основания утверждать, что есть следующее. То есть вот это полагание вот, еще один вот. В этом полагании есть только полагание вот, но нет никакого отношения с другими актами полагания. А без этого отношения не может быть, собственно говоря, связи между этими элементами. И твой ряд просто не заработает, если такой связи нет. Так вот связь-то есть. Вы всегда для вас помыслите вот в чистоте вот, это некое вот это движение. Это значит перейти к следующему вот. Связь есть. Эта связь, как говорила Олег Михайлович, дана самому сознанию. Если я говорю, что форма не осознает, что занимается воспроизведением, то вообще можно потому, что я говорю, что дана осознание. Не дана осознание. В ситуации вот-вот-вот воспроизведение не дано. Вот тема нашего прошлого занятия. Нет, я поговорю уже о следующей ситуации. Эта форма, она... А, вы опросили другую форму. Да, конечно. Ну, я называю ее вот по привычке, ну, потому что не хочется назвать ее другой чистой формой. Ну, какая-нибудь другая. Вы же все же обсуждаете о второй форме, второй чистой форме. Между ними никаких существенных разниц нету. Кроме того, что одна воспроизводится на основе предыдущей. Вот это и есть упорядоченное, которое вы задали на структуре пустых форм. Пустых, идентичных форм. Они все даже идентичны. Мы воздаем ее в систему упорядоченной, потому что одна пустая форма воспроизводится на другой пустой форм. Можно усомниться, есть ли такое построение, когда мышление формы как таковой, уже есть переход еще к одной такой пустой форме. Но еще не мышление этой, этой новой формы. Мне так представляется, мышление пустой формы, есть уже к мышлению перехода к новой, пустой форме. Но не мышление, ну раз переход значит мышление. Вот этот переход обязывает нас. Я против того формулировки. Мышление пустой формы, есть переход к мышлению... В следующей пустой форме. В следующей пустой форме. Нет, не в следующей, а в новой. Еще одной. Ну и то же самое. У меня получается в голове... Да, да. То есть мышление пустой формы, есть переход к пустой форме. Как оно такое? Мышление пустой формы, есть переход к пустой форме. Подождите, общий смысл этой абстракции формы состоит в том, чтобы наконец-то поставить вопрос. Это то же самое ввод полагается или это полагается еще одну ввод? Мне кажется, ведь это цель абстракции... Вот тогда Михаилович говорит, а ввод полагается в пустой форме. Потому что ввод это то, в чем есть приметы. А пустая форма это то, в чем примета нет. Ну да, ну да. Но просто задача этой абстракции формы в данном случае, насколько я понимаю, состоит в том, чтобы поставить вопрос о том, что воспроизводится это та же самая форма или другая такая же форма. Вот результат абстракции будет вот этот вопрос. Соответственно, то, что я мыслю в пустой абстракции полагание... Я мыслю в воспроизведении пустой формы... Воспроизведение пустой формы. А мы уже изначально знаем, что это воспроизведение пустой формы. Потому что так было еще два шага назад. То стало быть, я осознав ее именно воспроизведение, могу задаться этим вопросом. Вот так. Нет? Просто у вас воспроизводится все время одна и та же пустая форма по сей день. Раз она пустая, то она одна и та же. А отличается только теми объединениями, которые дает ей сознание. Это воспроизводство одной и той же пустой формы, но на основании предыдущей. Это задает нам структуру порядочный ряд. Иначе нельзя. То есть мы сейчас строим взгляд, это ничто, да? Пустая форма – это не мечта гиперская. Или нет? Пустая форма – это гиперская мечта или нет? Нет. Ничто на всякого определения пустая форма. Я говорю, это вообще ни при чем. Я говорю, что определенный смысл имеет это нечто. И в шиноминологии, в логике, там, вот, один смысл. Ну, контекст очень другой. Мне-то странно, на самом деле, что предмет покинули, как бы, и где-то в эмпире их, так сказать, мысленных, там, где-то что-то воспроизводить. Это немного не соответствует изначальной, как бы, методологии. То есть изначально у нас получалось так, что предмет подчинен форме, как бы, и нет никакой чистой формы. А теперь получается, что в какой-то чистоте формы куда-то там воспарилась. Ну, ладно, это же просто и, как бы, один элемент абстракции. Не, ну, у вас один элемент абстракции, я согласен, когда форма там, в своей чистоте что-то воспроизводит. Но у вас там уже там все, там, заполна. Нет, вы должны понять, что это значит. Ну, что там, все. Только вы должны понять, что это значит. Форма же, если она чистая, грубо говоря, то в ней нет никакой другой определенности вообще нет. Мне кажется, форма не может в своей чистоте себя воспроизвести как чистая. Она воспроизводится через предмет. Она воспроизводит себя, но не тем способом, что, как бы, она там сама в чистоте куда-то обернулась. А зачем тогда предмет нужен? Ну, чистая форма. Форма воспроизводит себя, но оторвает себя от предмета, вот как бы я подумал, да, чтобы сохранить методологию общей движения. Только через предмет она воспроизводит себя, да, но не в чистоте. А, ну, скажите, абстракции-то можно же выключить? Конечно, стороны реального опыта. Реально он предлагает предмет, конечно. Но до сих пор сколько раз уделяют чистую форму? Ну, мы чистую форму выделяли, и она ничего не делала, она переходила в следующее состояние. А теперь как? Ну, такая, вообще-то... Ну, я буду переходить, а мы сначала пытаемся не разобраться. Причем переходить, мы задержались немножко. Значит, еще раз, мышление формы, как таковой, есть уже мышление перехода к новой форме. Нет, может быть, лучше так, что это полагание «Еще один вот». Вот не годится. То есть полагание «Еще одной формы». Меня очень интересует, в этой абстракции переход мыслится независимо от новой пустой формы? Переход к новой пустой форме мыслится независимо от этой новой пустой формы? Или это как бы вот одно движение? То есть мысль «Пустой форма» означает переходить? Мысль «Пустой форма»… Это всегда так было вообще-то. Мысль «Пустой форма» означает обрушение перехода к новой пустой форме. Но если взять этот переход к новой пустой форме, то сам переход и эта новая форма, они оставляют некое неразвлеченное действие, да? Когда вы говорите, что полагание нового. Ну да. То есть вы не отличаете переход от… Ну, совершенно верно. Не отличая, но именно благодаря тому, что в абстракции эта неразвлеченность наконец-то выставлена, то форма может задать вопрос. Да. То есть в пустоте всякие расчеты промагают, что является определением самого сознания. Поэтому ситуация порядочная здесь есть. Если у нас действительно переход мыслица вместе с новым пустой формой, или пустым множеством, то значит у нас есть структура порядочная здесь. Как еще? Ну, просто либо эта структура предзадана, находится как данная, либо она является следствием полагания формы. Вся разница. То есть такой рай такой возникает. Завязание за всем и такой чистый счет. Чмок, 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 чмок и так далее. Нет, чмок, чмок, чмок у нас было в действительном состоянии вот-вот. Соответственно чмок, чмок, чмок. А здесь мы создаем переход, опожревание. Ну, значит тогда один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А не чмок, чмок. Опять. А может быть все-таки надо рассуждать не в том, что новая форма как называется, а в том, что форма внутри себя ставит границу. То есть... Рассуждать надо в смысле границы. Внутри себя форма ставит границу. То есть она как бы дробится. То есть разница она состоит не в том, что нам весь натуральный ряд там во всей своей многовочем бесконечной полноте. А в том смысле, что нам задана структура вполне порядочное множество. Откуда эта структура задана? Чем задана? Тем, что у тебя ты мыслишь всякий раз переход тем, что мыслишь новую форму. И у тебя это... И у тебя эта форма не может быть в ней этого перехода. Думаю. Вот она и задается. Поэтому... Ты всегда... У тебя всегда есть... Одно вот всегда в опасном... И снова эта форма должна быть форма, в котором есть две формы. А не форма другая такая же. Две формы внутри себя. Она... Форма должна положить внутри себя грань. Она другая. Потому что у тебя переход этот самый. Этот... Да не ты... У тебя новая пустая форма вместе с самим переходом. Поэтому всякий раз эта форма другая. Да дело в том, что мы перейдем к форме, она будет такая же, как и предыдущая. Чем изменится ситуация? Внутри формы должны быть положены гранью. Это означает, что новая форма состоит из двух форм. Той формы, которая была, и той формы, которую перешли. И эти две формы вместе... Теперь является одной новой формой. Вместе с переходом. Ну и что теперь? Что теперь? Это означает, что новая форма состоит из двух форм. А не то, что мы перешли к новой форме, и эта новая форма стала новой. Нет, у тебя новая форма... Просто стало две формы. У тебя новая форма, она теперь не состоит как бы из двух форм. Она состоит из себя и перехода. Они там где свитки, вегина Вот она вот, вот в этой Нет, я имею ввиду, что положено границе Вот понятие границы надо обсуждать Что такое границу положить Понятие границы Вообще говоря, мы говорим про множество здесь, правильно? А как множество? Когда ты начал лопкать, вот тебе границу и положили Чмок-чмок, да Тогда мы тебя границы положили То самое Ну правильно, когда новая форма состоит То, что внутри этой формы уже есть множество Внутри положено границе То есть у формы внутри положены границы. Это надо понять, что это означает. Вот скажем так, чесло. Число – это то, чего в самом себе лишь о каком-то определении. Но нет в нём никакого определения. То есть это… Мы постигаем, да, не чувственно. То есть оно в предельной арестации, а с другой стороны – чувственно. То есть с одной стороны она как бы определённая, с другой стороны она лишённость всякого определения. Вот и есть наша пустая форма. С одной стороны, она форма, а форма это значит некая форма? Мы должны перейти в новую форму, в чём состоит эта новая форма? Не должна возникнуть у меня новая форма с предыдущей. Вот у нас какая предыдущая форма? У тебя была некая форма, а ты получил новую форму плюс переход. У тебя переход отличный от формы, то у тебя, значит, и получилась новая форма. Да, знаешь, если так рассуждать, у формы никакого, так сказать, внешнего ничего нет. Что такое переход? Как это форма вместе с переходом? Это что такое? Форма же не вещь. Ну, так пустое множество. А как это пустое множество? А вот если внутри формы появилась граница, это понятно. А как ты пустое множество отличаешь от другого пустое множества? На границе, полагаю. Ну, а если, то есть, то есть, ставим, что когда пустое множество, ихuses будут по другому. Да это я могу сказать, мы же здесь не о пустых множествах говорим. В принципе, внутри формы положено границ. Я просто привожу пример. Тоже точно такая же у тебя. Но ты спасаешься из этой ситуации. Потому что ты в кавычки множество берешь. За счет этого ты спасаешься. И здесь точно так же твой переход. Твои кавычки это и есть граница, о которой я говорил. Я же сказал, что форма должна быть в себе. Как удержать форму как множественную? Можно это удерживать внешним образом. Мы сейчас внешним образом рассуждаем. Что перешли к какой-то другой форме. А можно это рассматривать как бы изнутри. И что форма раздвоилась. Стала древней. В каком смысле? В то смысле, что потом на этом строить отношения. И прочее, прочее. Мне кажется, важно здесь то, что вот эта вот абстракция чистого перехода это действительно сплошное обосредование. Потому что какова единственная интуиция, которую я вам предлагаю? Мышление чистой в пустой форме уже есть мышление перехода к ной. к тот мужчине, который уже есть переход к еще одной. Но, конечно, и так далее. То есть, сами эту форму мы не выжилили. Их нельзя носить пустой форма. Это невозможно. Мы этого и не делаем. Но сами мы все время вы все движете. То есть, теперь форма отдвинулась. То есть, чистая обосредка. Форма была тождеством, она стояла. А теперь получилось, как бы, а вещь, как бы, она там двигалась. Теперь поменялось мы с тобой. Вещь стоит, она одно, а форма наша обещает. Вещь вообще нет. Ну, неважно. Ну, это иначе ее вагонит, да. Нет, хорошо, не вещь, а предмет. То есть, у нас было как? Что предмет был в становлении, а форма была чем-то тождественной, да? Сохраничивающейся. Теперь наоборот получилось. Что предмет одно, а форма бедняжка теперь начинает куда-то там изменяться и двигаться. Причем, не изменяться, но двигаться. Но двигаться начинает, да. Значит, ладно, хорошо. Пожевали это место. И ладно. Значит, есть действительное состояние. Вернемся. Вот-вот. Вот производится, чтобы произвести себя снова. Вот, поэтому здесь есть и связь, и в то же время есть безотносительность, потому что просто вот не предполагает осознание воспроизведения и перехода. Поэтому связь есть, но она не осознается. Это, кажется, означает, что в этом чмокании с одной стороны есть переход, а другой, что перехода нет. И анализируя эту ситуацию, то есть вытягивая абстракцию, мы сначала объясняем, что связь обеспечивается именно формой. Потому что как только мысли формы без предметов, как и абстракция, не действительная абстракция, мы мыслим не что-то, как самоопосредование формы себя. Безрушение, скажем, формы как к чему-то устойчивому. В простом уголчике есть какая-то устойчивость. Хоть она и тут же себя воспроизводит, но она все существует, и чтобы существовать снова. А в абстракции чистого перехода как раз чмокания это и не происходит. Происходит простое опосредование. Чмоку друг к другу. И ведь выясняется, что это опосредование, этот переход отличивает именно форму аниме предметов. Беря другую сторону, рассматривая вот-вот как воспроизведение предмета, мы уже говорили, мы сразу теряем всякую связь между предметами. Каждый предмет, мыслим без формы, а просто как конечная, какая-то конечность. Каждый предмет никак не связан с другим предметом. А не будучи связаны между собой, как мы говорили, они не дают нам утращивать понять самоситовую новость. А значит, что опять получается, из действительного состояния вот-вот мы вытянули две абстракции, одна из которых, опять же, не мысль. предмет, без своей безотносительности, да, даже предметами не может быть. Значит, мы опять должны... А я не знаю, как мы можем в эту ситуацию выучить? А сейчас выучить, если он конечный предмет, который воспроизводится в воду. Если выучили форму, почему бы нам, с другой стороны, не выучить предмет. Или, в общем, форму зря выучили, а уж если не зря, то и предмет так же выучилняется. А как в ней форму зря выучили? А как форму зря выучили? Ну, это чудеса, но забываешь. Ну, это то чудо, которое... Нет, это чудо рефлексия называется, да. Да. Которое... Оно происходит, но оно абсолютно невозможно, поэтому оно уже исчезает к нашему большому облегчению. Абстракция предмета, она немыслима, невозможна. И она сразу исчезла. Ее обсуждать нельзя. В отличие от абстракции формы, которую мы тут благополучно обсуждали полчаса. Хорошо. Как Игорь как-то выразился, происходит снятие предмета. Вот таким необычным способом происходит снятие предмета. Когда выделяется абстракция пустой формы, то после предмета без формы происходит снятие предмета. То, что можно назвать было, наверное, и так, как снятие предмета. Какой действительной форме мы переходим? Есть действительная форма вот-вот, в которой мы как бы сняли предмет. Как я уже сказал, мышление воспроизведения предмета. И в то же время сознание формы себя в качестве причины предмета. В данном случае причины конечного предмета. Потому что Форма причиняет конечный предмет здесь так, тем способом, что воспроизводит себя как причина, поэтому Covid осознать себя причиной конечного предмета И осознать воспроизведение это одно и то же. Вот действительная форма, которую мы переходим после от-вот, это как раз когда в рамках действительного состояния, предполагающего тождественную себе форму и конечный предмет, форма осознает себя как причину этого конечного предмета. То есть как бы берет ситуацию вот со стороны формы, выдвигает со стороны формы. В ситуации вот, которая заключает в себе тождественную форму и конечный предмет, форма осознает теперь себя как причину предмета. Как только форма осознает себя в качестве причины предмета, а прежде этого не было, в простом и вот этого не было. Они приказы разнозначны предметы формы. Теперь форма обнаружена, что она форма причины конечного предмета. И вот берется, повторюсь, как бы со стороны формы. Это осознание формы себя как причины конечного предмета дает нам переход к новому вот. Такому вот, где форма опять-таки осознает себя причиной конечного предмета. Что опять дает нам переход к еще одному вот. Точно такому вон. Где форма осознает себя. Удерживая осознание себя в качестве причины предмета, форма совершает переход от одного вот, осознает переход от одного вот к другому вот, чтобы перейти еще к одному вот. То есть мы получаем уже не абстракцию движения от другого вот к другому вот к другому вот с пониманием этого движения. С пониманием того, что мы от одного вот перешли к еще одному вот. Для этого необходимо только одно. Чтобы в самом вот форма осознала себя в качестве причины конечного предмета. Это осознание и есть уже осознание перехода к еще одному вот. То есть что произошло? Мы теперь осознали воспроизведение как воспроизведение. Только это нам нужно сделать. Мы осознали воспроизведение как воспроизведение, повторение как повторение. Прошлое шмокание этого осознания еще раз не было. Теперь, когда один шмок совершает, сознает переход. Шмок говорит, что один шмок совершает. Выглядят всегда такие сочные метафоры, что... Да. 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 Увлекаться. Происходит, видимо, только одно – осознание самого акта воспроизведения. Когда мышление «вот» означает вот этот новый способ создания формы в качестве причины конечного предмета. Когда мышление «вот» означает мышление перехода к новому, еще одному «вот». Здесь есть, видимо, только осознание собственного воспроизведения и ничего прочего. Что одновременно означает сознание того, что форма причины конечного предмета. Создание того, что форма причины конечного предмета и есть, собственно, сознание воспроизведения как воспроизведение. Теперь мы можем поставить вопрос. Что такое воспроизведение? То есть, что такое повторение? Повторение – это стояние на месте. Это в смысле есть понятие повторения. Повторение – это неподвижность. Что было, то и есть. Или же повторение – это переход того, чего не было. Но, разумеется, условия повторения – это новое, может быть только точно таким же, как и предыдущие. Повторение еще одного такого же. Из этих двух возможностей мы выбираем, естественно, вторую возможность, потому что мы уже доказали, что есть переход. Когда мы уже помыслили переход, то уже идеально говорить, что ничего не произошло. А предмет уже все потеряли от двух лет. А почему мы потеряли? Предмет – предмет и только сейчас ведое. Качественные следствия, это, конечно, здорово, но вот уже, насколько я понимал, исходная методология состояла в том, что предмет повторяет то, что повторяет форма. Форма меняется, и предмет подражает, ну и как бы… Исполняет то, что делает форма. Если им воспроизводится в форме, значит им воспроизводится предмет. Предмет подчинен форме И он движется точно так же, как форма Если форма стала 2, то стало 2 предмета И так далее Предмет повторяет все действия за форму Потому что предмет подчинен форме Это и означает быть причиняемым Предмет причиняем Это не означает, что он стоит Какой-то результат, какой-то абстрактный А означает, что точно так же за форму повторяет все действия формы Как форма совершает какие-то действия Точно так же эти действия отражаются на том, как существует предмет Теперь надо говорить о том, что есть два предмета. Что эти предметы ты считаешь связаны. А почему два было? Почему два? На весь и формы две. Почему две? Их не две. Еще надо подумать, в идее повторения есть, опять-таки, что-либо, кроме множества? Потому что это, конечно, есть. Нет, я к тому говорю, что происходит с предметом. Вот другая сторона. Форма что-то изменилась, форма. Собственно, должен измениться предмет. Предмет должен стать другим. Был одним. Знаешь, когда был удовольствием? Теперь должен быть другой. А вот другой. Какой? Вот надо понять, какой он стал. Он стал... Потому что, вообще-то говоря, на самом деле, мы знаем о форме не исходя из того, что это абстракция из формы, а из того, как предмет с таким стал. Мы понимаем, что случилось с формой, исходя из того, что смотрим на предмет. Предмет-то он всегда... Что-то с ним случилось. И мы объясняем, что с ним случилось так, потому что форма изменилась. Предмет получил определенное, новое определение, какого прежде не было. Это определение звучит так. еще один такой же. Теперь мы понимаем предмет, как еще один такой же. Совершенно новое определение, имеющее колоссальное гиперапевтическое значение. Еще один такой же. Или следующий. Потому что еще один такой же, это иначе называется следующий. Когда еще один такой же или следующий, это не больше, а просто следующий. Никакого большего здесь упоминания нет. Но следующий вроде бы уже нет. Первый может даже говорить о том, что один и второй. А второй в смысле больше, чем один. А в смысле порядка ущерб. В смысле еще один такой же. Второй в смысле следующий. Но уже можно говорить, в математической традиции можно назвать его вторым. В смысле следующий. Так что предмет сменился, безусловно. И в общем-то заметно изменился. Прошло два года, и такого последований не было. Понимаете? Теперь появился еще такой же или следующий. Теперь уже возникает разговор о том, что Игорь пытался построить натуральный ряд, если появился следующий. Можно теперь уже об этом говорить? Ну да, на уровне порядкового счета можно говорить, наверное, о натуральном ряде числа. Это уже длинный ряд. Причем не абстрактный ряд. Можно думать, что там чистая форма, когда чистая, а пустой переход, что там. Но это как бы все равно абстракция, это, скорее, движение от одного состояния формы к другому состоянию мысли. А здесь вот такая форма есть. И по-северному есть. Да, то есть здесь у нас есть, как бы, выборование свободы из мокровок. Не натуральный. Мокровка один, мокровка два. Не, ну, можно же как говорить, Игорь? Нет, можно говорить, что есть теория натуральных чисел, то, что ты говоришь про пустую множество, а есть его реализация. Вы же мокровка шляете теперь. Вы же никогда от мокровки-то не свободны теперь. Одни морковки или яблоки. Самое главное, все одинаково. А после чмоков обязательно начинаются морковки? Ну, в том смысле, что вот эта вечность или предметность теперь не исчезает. В чем проблема. У натурального обрядово само по себе было в абсолютной абстрактности. У него этой предметности, этой вечности, этой субстанциональной природы нет. Морковки, она есть. Понятно, что у тебя не яблоко следует за морковкой. У тебя раз морковка, два морковка, три морковка, четыре морковка, пять. Как я делюсь сейчас считать, что морковка? То есть, само понятие числа не отрывается от своего субстанционного наносителя. Не, ну, есть же абстракт. Говорил же о том, что в абстракции как бы вот все твои определения, они уже были как бы в себе. А сейчас они реализованы на одном предметах. Ну, все-таки опять я говорю, что важно понимать, что все как раз имеют дело не с числом, а с морковкой. Знаете, мне это просто непонятно, действительно. Морковка это или... Морковка. Вот и прикол соцсетей в том, что морковка. Хорошо. А что за то, что это действительно настолько конкретный и чувственный предмет? Это действительно чувственный предмет, это уже обратное чувство. Олег Михайлович так ситуацию задал, что у нас предметы здесь несвободные, у нас конкретные чувственные предметы. Да несвободные, просто то, что форма всегда есть. Подождите. Не бывает пустая. Ну, у нас форма в этом чувственном мире живет, у нас же форма всегда чувственна была. Вот поэтому у нас здесь морковка. Она как бы просто чувственна. То есть это не красная, не синяя живет. Да, да, да. То есть она непродолговатая или красная, как морковка полагается. Но она свои морковные природы, может точно так же и яблоко сюда поставить. Всегда в этом было, вводить внимание, что в этой ситуации натурального ряда как бы нету по себе понятия числа, а есть и первая, вторая, третья, четвертая морковка. Все-таки его вечность, субстантность, она как бы здесь сохраняется. Что интересно? Я совершенно не понимаю, почему морковка. Хотя я не уверен, что это неправда. Потому что действительно, получается, чувственное одно, потом чувственное... Да, да, да. Чувственное много. Чувственное много. Да, мы работали с чистыми формами, без предметов, да? Нет, мы работали с чистыми формами исключительно в виде абстракции. А всякое действительное состояние, которое было в построении, оно всегда было в чувственном состоянии. Ну, это понятно, когда ребенка спрашивают, где же здесь счет-то, он говорит, раз морковка, два морковка и три морковка. В этом самом акте уже ребенок умеет отличать счет от морковки, но тем не менее, все данные на фоне морковки. И здесь точно так же. Мы умеем отличать счет от морковки и понимаем, что по сути у нас здесь есть. Но мы не можем отличить метод в репрезентации. Ну, через число от репрезентации. Вот что-то интересное. Может быть. А у меня был, кстати, к тебе другой вопрос. Вот когда начинается в теории множество нанизывания вот этого густого множества и тем самым образуется натуральный ряд, да? А там натуральный ряд образуется, это в смысле уже количественный ряд или это порядковый ряд? Да, ну, коричневый ряд. Все. Ну, вот я просто думаю, может... Ну, пока порядковый. Там надо подумать, почему количественный ряд. В такой же ситуации, я считаю, что появилось количество ряд, тебе важна на этот множество быть задана операция сложения. Она же пока не забудет. А, вот так. Это различается. Ну, я вам так полагаю, да. Нет. Количественный счет совсем не то же самое, что сложение. А количество это что? Количественный это... Рядом 2-5. Вот это количество. Нет, нет. А, я думаю, это был вопрос к тому, как в теории множество. То есть, там это различается, нанизывание пустого множества и возникает ряд, он возникает в количестве или порядке? Количественный это когда 3-5, вот здесь 3-5, вот здесь 3-5, вот это количество, я так понимаю. Нет, это сложение. А количество тогда что такое? А это... Количественный, когда у вас... А второе, в смысле больше, чем первое. Нет, нет, нет. Тогда это порядка. Это порядка. Для вас это порядка, в этом спросе следующий. Ну, и что? И что? Ну, без религией, как и что? Следующий, да, неизвестно, что больше. Нет, это какая разница. Вы же находите с этим раз в какой-то точке, вы говорите, что следующий и больше. А когда вы говорите, что у вас перед вами не что-то лежит, а 5. Вот это количество. Когда вы говорите, что это число у вас сомневается, оно состоит из 5-ти частей. За счетчиков 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Вот это. Олег Михайлович, вы опять точнее теории множества. Там просто порядковые, это уже больше. Не следующие, а больше. Ну, слушайте, в общем-то, в общем, как для детей, все-таки, порядковые еще, а где не больше. И есть коррекционные еще. Нет, ты сам говорил. Может быть, это в... Порядковые, и вам сдает кто-то вполне порядочное множество. Настоящие. Настоящие. Раз у вас есть порядок, значит, у вас один ведущий, второй, следующий. Это означает, что у вас на всем ваше множество, и одно больше другого. Это у вас вполне порядочное множество. Но оно не количественное. Потому что вы взялись 5. Что значит 5? 5 для вашего порядка, это означает, что после 4 и до 6, грубо говоря. Протом 4, 5, 6, между собой не отличная. Когда вы говорите 5, вы понимаете, что у вас есть 5 морковок, что у вас перед вами адеквативная личина. Я так понимаю, что у вас есть термофлодичный, где вы наушники лечили. Ну ладно. Ну, во всяком случае, вот в том логическом расследовании, о котором сейчас речь, следующий вовсе не означает больше. Что следующий вовсе не означает больше. А как можно отлечить термофлодичный? Если у вас есть следующий, значит, есть больше. Это одно и то же. А я вот делаю следующий логический ход, и мы отличим. По логике. Чтобы получить больше, нужно значительно усложнить нашу логическую картину. Что мы в следующий раз термофлодичный. Я полагаю, вполне порядочно, это и есть следующее. Оно по определению. Один следует, другим, второй следует. Это и есть. Само по определению, знаешь, что он так и водится. Понятие следующее. Никак, иначе не будет. Игорь, смирись. Нет, я хотел, чтобы мы удерживали все время логику математики. Да, я, Игорь, предлагаю смириться, что есть разница между математическим построением и вашей постепенностью. Ну, безусловно, стоит понять, что он заразит и заключается. Но, может быть, когда какие-то ходы сделаем, значит... Ну, если еще раз... Просто в работе очень важно удерживать разницу между школьной арифметикой и теорией множества. Между понятием вполне упорядочного теории множества и операций больше-меньше этой школьной арифметики. Значками они позначаются одинаковыми. Потом нужно показать, что... Несмотря на то, что нам преподавали на основе школьной арифметики, кажется, там эта разница есть, но ситуация больше внести, ведь ситуация вполне упорядочная, то есть последовательность. Это одна и та же ситуация. Ну, хорошо. Надо просто помнить, что в мире и время от времени все равно возвращается. Я, пожалуйста, плохо это понимаю, но все равно надо возвращаться. Как вы говорите, я буду тихонечко радоваться, вы понимаете. Значит, если мы мыслим вот таким способом, что в этом год равная в себе причина и равная в себе форма является причиной конечного предмета, то тем самым мы совершаем переход к еще одному год, который получает значение еще одного такого же или следующего. Если мы вдумаемся в этот переход, в вашем сам переход, то мы увидим еще одну вещь, что мышление при переходе к следующему, при переходе к следующему, мышление перехода ничем не отличается от мышления того, к чему переход совершается. Мысли переход к следующему, мысли следующие, это одно и то же. Нет, ни перехода, ни результаты перехода, а есть неразличимое состояние. Это что означает? Это означает, что переход мы уже мыслим, но мы его не мыслим как нечто, ну, сколько-нибудь самостоятельно. Переход к чему-то, и мышление самого этого к чему переход совершается, здесь мышление следующего неразличимое. Переход как бы и мыслиться, или еще не мыслиться. По крайней мере, не мыслиться как таково. в отличие от того, к чему этот переход совершается. Что это в свою очередь означает? Это в свою очередь означает, что следующее мысли соотносительно предыдущего, не самостоятельно, а относительно предыдущего. Первое мыслиться само по себе, второе, в порядком смысле второе, мыслиться относительно первого, а третье мыслиться относительно второго. Первое мыслиться само по себе, в ситуации следующего, первое мыслиться само по себе, второе относительно первого, третье относительно второго. Это задавить нерутовую ситуацию, которая тоже подлежит анализу, в котором тоже можно вычленить новое обличие пустой формы и исчезает на этом уже все началось